Всем привет, всем доброе утро, с вами Артем Нестеренко. Сегодня у нас среда, 26 августа, и потрясающий сегодняшний день. Я выхожу сегодня в эфир прямо до восхода солнцев, и есть очень интересная тема, которую бы я хотел, она достаточно спорная, но которую хотел бы обсудить с теми людьми, которые просыпаются рано, ну и те люди, которые будут смотреть ее в записи. Во-первых, большое вам спасибо, что вы подключаетесь на мои эфиры, которые выходят ежедневно, даже по несколько эфиров стараюсь делать, но в связи с загруженностью и запуском сейчас Академии с Коплачем спикеров не всегда получается с вами пообщаться. Вот Алина, привет, Эдуард, Эдуард, привет всем, здравствуйте. Смотри, у нас уже 25 человек с утра, сколько людей не спит. Они сейчас в Киеве где-то 6, по-моему, 15, 6.20, я уже встал в 5, в 5.20, по-моему, я час назад встал уже, занимаясь некоторыми делами, думаю, ну нужно пообщаться с людьми. Да, поэтому очень здорово, что подключаетесь. У меня к вам будет единственное, что я хотел бы вас попросить, если вы подключились прямо сейчас, давайте увеличим количество. Вы можете слева направо провести по экрану и снизу поделиться этим кастом с другими вашими пользователями, которыми сейчас тоже не спят, потому что тема, которую я хочу сейчас открыть, она достаточно очень интересная. Почему нужно сравнивать себя с другими людьми. Заранее вам спасибо, поэтому слева направо пройдите по экрану, внизу нажмите поделиться, буду вам очень благодарен. Итак, вы слышали, очень часто люди говорят, что не стоит себя сравнивать с другими людьми. На самом деле есть в этом определенный смысл. Привет из Уральска, привет. Почему? Потому что когда мы сравниваем себя с другими людьми, мы не знаем, какого ресурсного состояния достиг тот человек, с которым мы сейчас себя сравниваем. То есть человек может быть намного сильнее, он может быть больше работал, он может быть, или там занимался спортом 10 лет, а вы хотите себя сравнить начинающий как спортсмен и так далее, и так далее. Но, но, почему я считаю, что нужно сравнивать себя с другими людьми? Потому что есть два варианта, разрушительный и конструктивный. Об этом говорил мой ментор Брендер Брушар, у него на мероприятии достаточно уделил много времени. Потому что если вы не будете сравнивать себя с другими людьми, и будете сравнивать только себя с самим, с прошлым, то... Так, сейчас, секундочку, у нас тут прикольные есть люди. Вот так вот. То что еще, что может быть? Сейчас, оп, все. Что может быть? Тогда вы будете двигаться очень медленно, согласны? Но если вы начинаете смотреть по сторонам, причем вы можете смотреть на артистов, вы можете сравнивать, что вам нужно докрутить в своей профессиональной деятельности, в своем, может быть, внешнем виде, в той индустрии, которой вы занимаетесь. То есть, если вы начинаете сравнивать себя с другими в конструктивном формате, то вы будете ускоряться. Вот сколько раз было в вашей жизни, когда вы себя сравнивали, может быть, с другими, параллельными, может быть, если вы занимаетесь нетворк-маркетингом, сравнивали себя с другими людьми, которые с параллельной ветки, и вы, с одной стороны, восхищались и думали, как этот человек это сделал? Мне нужно поднажать, и у вас появлялась мотивация. У кого так было? Напишите. Потому что, когда мы двигаемся в своем бизнесе и не смотрим по сторонам, то, получается, мы видим только свои ноги, опустили голову и работаем. Но когда мы смотрим по сторонам, что происходит, кто что применяет, нам это дает дополнительную энергию. Я не знаю, как у вас, но меня очень часто мотивирует то, что я смотрю на других людей, которые достигли уже больших результатов, и которые сейчас живут. Не когда-то там, знаете, не про Рокфеллера речь идет, а речь идет о тех людях, которые с тобой двигаются в настоящее время. Причем это люди абсолютно с разных областей жизни. Это есть спортсмены, это артисты, актеры, предприниматели, творческие люди и так далее, и так далее, и так далее. И я считаю, что нужно себя сравнивать с другими людьми, но при одном условии, что это будет давать вам энергию, а не забирать. Да, вот Александр Бузулук уже пробежал с реки, но купаться уже не рискую, похолодал. Вчера тоже, по-моему, про это писал, да. Я по утрам обливаюсь, но сегодня пока еще этого не сделал. Но я сейчас уже буду ехать по своим делам, выезжать буквально через полчаса. Так вот, давайте все-таки еще раз проговорим. Во-первых, вам еще раз все большое спасибо. 75 человек прямо сейчас находятся в 6 утра по Киеву, это прикольно. Почему себя стоит сравнивать с другими людьми? В этом должна быть конструктивная энергия, которая будет вам давать. Согласны ли вы на то, что когда вы будете сравнивать себя с великими людьми, которые сейчас уже занимаются бизнесом, может быть для вас будет примером сегодня русскоязычные предприниматели, или, может быть, это будут люди, которые уже на Западе достигли результатов. Вот я, например, сейчас фокус полный переключил на Запад. И, кстати говоря, я почистил впервые, впервые, наверное, за все свое существование в социальных сетях, я сегодня утром удалил из своих друзей, наверное, человек 50, с которыми я когда-то либо контактировал. И я понимаю, все, что они делают сегодня, оно вообще меня никаким образом не касается. Я от этого вот просто отрезал себя. Почему? Потому что меня это отчасти немного... Ну, не то чтобы... Ну, я смотрю, ту информацию, которую они выкладывают, она вообще никакой несет для меня пользы. Наоборот, я начинаю вот возвращаться в какое-то прошлое, смотреть в прошлое, хотя нужно смотреть назад в будущее. Но я с удовольствием наблюдаю за людьми, которые сегодня делают на фоне того, что все сегодня скулят и говорят о том, что сегодня тяжело строить бизнес, кризис, люди экономят деньги, доллар опять в Казахстане рванул, в России сейчас рубль обвалился, в Казахстане и так далее. И все начинают в этом формате скулить. Но ты смотришь на других людей, которые покупают себе машины, которые в это время путешествуют, создают новые результаты, и меня это очень сильно заводит. Чтобы было бы, если бы не смотрел на других людей, то тогда была бы какая-то некая пелена, и ты не видел бы, что там происходило. Поэтому моя рекомендация для вас – сравнивайте себя с другими людьми, но делайте это только в конструктивном, позитивном состоянии, когда вы будете получать энергию, возможность расти в своей жизни, в своем бизнесе, в своих отношениях и так далее, и так далее, и так далее. Но если это вас, конечно же, будет очень сильно подкашивать, и вы начнете, не дай бог, там завидовать человеку, или думать, ну а что же, он же такой вот великий смог это сделать, а я еще не дорос. Нет, наоборот, вам должно давать энергию, вы должны понимать, над чем вам нужно сегодня поработать. И я опять хочу еще сделать одно такое заявление противоречивое, потому что некоторые люди говорят, что если ты сильный, то тебе нужно усиливать эту сторону и не смотреть на слабые. Я очень часто вижу, как даже мудрые предприниматели об этом говорят. На мой взгляд, это неправильно. На мой взгляд, нужно усиливать слабые стороны, потому что если у тебя есть сильная сторона, она и так у тебя развита, и в нее не надо много вкладывать каких-то усилий. Но вот слабые стороны нужно поднимать, чтобы поднимать равновесие. Вот, например, Стив Джобс, очень интересное наблюдение. Он профессиональный предприниматель, но вы знаете, что он загубил полностью отношения к своей семье. Между айфоном и женой он выбрал айфон. Между айпадом и детьми он выбрал айпад. И он понял уже слишком поздно о том, что у него сильный дисбаланс. Потому что если бы он делал это все равномерно, я думаю, что у него была бы совершенно другая история жизни. Но тем не менее, если у вас есть какая-то сильная сторона, и вы суперпредприниматель, но у вас нет семьи, это проблема. Это неправильный образ жизни. Или наоборот, вы слишком семейный человек, но у вас нет денег. И здесь тоже очень сильный перекос идет. Поэтому здесь нужно понимать, как правильно выстроить так, чтобы твоя сильная сторона давала тот результат, который она уже дает, и слабую сторону усиливать для того, чтобы выровнять баланс своей жизни, и все было гармонично, хорошо и прекрасно. Гармония во всем должна быть тогда, и будет успех. Совершенно верно. Да. Как у вас настроение сегодня? Сегодня у нас среда. Середина недели. Здорово. Какое небо голубое. Вы видите, смотрите. Я обожаю утро. Здесь рядом сосновый лес. Там вот через забор сосновый лес. Очень такой густой, знаете, этот аромат соснового леса. Птицы поют. И все спят, а ты нет. Все спят. Весь поселок спит. Все люди состоятельно отдыхают. Может быть, я, конечно, ошибаюсь. Там у меня еще один сосед есть, который не спит тоже по утрам. Мы иногда с ним встречаемся на улице. Настроение классное. Да, отлично. Ну что ж, ребята, если вы прямо сейчас в эфире, поделитесь этим видеозаписью слева направо, проведите по экрану и внизу есть поделиться с вашими читателями о моем сегодняшнем утреннем касте, о том, почему нужно сравнивать себя с другими людьми. А тут в Нью-Йорке еще вторник. Догоняйте, ребята. Да. Кстати, я тоже собираюсь скоро в Нью-Йорк попасть в ближайшие месяцы. Я там ни разу не был. Был все время обычно на том берегу, на западном, калифорнийском. Получится правильно, западный же, да? Да, западный, да. Я поделился. Спасибо большое. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. У меня есть буквально несколько минут еще. Артем. Да, спасибо, Наталья. Сколько у вас уже в Томске? Там, наверное, часов в 9 утра, да? Вот удивительные. Я с одним партнером разговаривал. Говорю, давай вебинар проведем в 6 по Москве. Он говорит, нет, надо 8. Я говорю, ну, в 8 часов вечера мы отрезаем и Сибирь, и Казахстан. Он говорит, нет. У меня, кстати, он, видите, сзади стоит такой небольшой мотоцикл. О, кстати, а когда Тони Робинс в Нью-Йорке? Кто знает. Я с удовольствием поеду бы. Если он будет в Нью-Йорке в ближайшее время, я просто искал информацию и не нашел. Сзади стоит мотоцикл. Это мотоцикл детей. Дети сейчас, правда, у бабушки. На этих выходных поедем забирать. Я восхищаюсь вами. Получаю огромную мотивацию. Спасибо большое. Приятно слушать и читать то, что вы делаете. Да, квадрик. Да, в Казахстане будет 23.00. А если в 6 отрезаем Запад, а там большинство людей? Саша, в 6 утра по Москве мы Запад не отрезаем вообще никак. Если ты думаешь, что в Европе. Я сегодня посмотрел статистику. Кстати, знаете, у меня статистика сегодня поразила. Лично моя. Это не касательно вашего бизнеса, но моего бизнеса. Я сейчас у нас просмотрел разогревающее видео Академии высокоплачиваемых спикеров 20 тысяч человек. Ну, вернее, 20 тысяч раз было. 20 тысяч просмотров набрали 3 видео в сумме Академии высокоплачиваемых спикеров. 93% относятся к России. Давайте даже не так. 90% относятся к России, 7% относятся к Украине и 3% остальной мир. Я немножко задумался. Так. Спасибо вам тоже. В октябре в Москве много спикеров, кто-то их приедет. Да, сейчас спикеров очень много. Тем более, что сейчас начнется Академия высокоплачиваемых спикеров. Еще увеличится количество профессиональных спикеров как минимум на десятки, а то и на сотни. Потому что то, что ту программу, которую я подготовил, это просто огромнейший, огромнейший взрыв. Ладно, ребята, вам хорошего дня. Прекрасное утро. Желаю, чтобы вам в эту среду, в этот цикл сегодняшний, вы помните, в году 365 циклов, сегодня один из циклов. Один из этих циклов. Поэтому нужно сегодня сделать что-то стоящее для того, чтобы ваша жизнь улучшилась, улучшилась жизнь ваших окружающих. Но не забывайте, предприниматель – это тот человек, который зарабатывает деньги прежде всего. Это его индикатор результата. Всем большое спасибо за то, что были со мной сегодня утром. Вам хорошего дня. С вами был Артем Истеренко. До встречи в следующем касте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok